Девушки отдыхают 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 Эй, просыпайтесь. Я приехал. В Голбей нет никого. Дежурный на пожар ушел. Далеко? Да прямо до моста, за мостом направо. С теляга? Да что вы, сам их терпеть не могу. Блатной, политический. Я не из тех, кого можно куда-то послать. Особенно за сто первый километр. Сам приехал. Ну, мы все тут сами. А чего, куда торопишься? Завтра с утра отметишься, пока можно отдохнуть. Нам из Москвы зимой таких девок прислали. Черкнуть адресок? Ну, потом как-нибудь. А можно у вас чемоданчик пока оставить? Нельзя. Да. Кроме Рио-де-Жанейро. Говоришь, в постели лежал? Да. Привезан к кровати без сознания. Пять минут веревка в пепел. Несчастный случай пишет. Угорел. Ну, во сне. Так, что ли, Тарасик? Ну, да. Тарасик, а ты чего расселся? Работа иди. Ты дом осмотрел? А что там осматривать? Сейчас все разойдутся. Кому это-то учитель мешал? Иди домой, карми Лариску. Тебя подожду. Вместе пойдем. Больно? Нет. Здравствуйте, товарищи. А где у вас незаконная власть? Понятно, немая сцена. Вижу, здесь любят Гоголя. Это замечательно. Или представитель власти проблотила язык вместе с семечками? Да не. Понять хочется. Кто запугал, ему вопрос ставит. Первая заповедь интеллигентного человека — никогда не суди по внешнему виду. Даже человек в белых штанах может свято верить в дело коммунизма. Товарищ. Ну, что мне твои штаны? Нам за сто первые километры каких только Чуйчил не высылают. Ну, понятно. Старший лейтенант Стоцкий. Направлен в отделение милиции города Струнёва на должность старшего оперуполномочного. Домой иди. Мужской разговор. Иди, Ларис, корми. Иди, иди. Повезло Дашке с мужем. Смелый. В огонь полез. Только дура. Ему говорят, не лезь, а он лезет. Он зла никому не сделал. За что? Твоя Дашка мне как сестра. А то бы уже давно на этой пике торчал. О своих догадках кумовьям не надо рассказывать. Тебе меня беречь надо. Злых людей на свете много. Они, дай Бог, меня посадят. Кто Дашку с детьми защитит? Я не шучу, Фетилёк. Дашь на мой мусорам. Работаю, значит. Жалко. Дашку вдовой делай. А придётся. Субтитры делал DimaTorzok Егор, давай уедем. Куда угодно уедем, давай. На пустое место, с детьми. Не жалей, не работай. У меня первый муж был бандит. Да из тюрьмы они не дадут нам спокойно жить. Я прошу тебя. Мы никуда не поедем. Иди спать. Иди. Продолжение следует. Добро пожаловать! Здравствуйте! 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 Акимыч! Ты видал у меня что? Он уже пьяный с утра, кулаками машет. Так я его табуретку-то огрела. Ну, Акимыч, надо что-то делать. Я же без мужика останусь, я же его приживу-то, понимаешь? Подходи ты, Клава. Клава, дай человеку до работы дойти. Ну, будет время. Заглянул. Наберемся. Проблем. Слыхал уже, учитель ночью сгорел. Жалко. Хороший был человек. Так, ноги у него были связаны. Разберемся. Только побыстрее, Назар Акимович, через три дня отчет задавать раскрываемый, сам понимаешь. Там у нас в красном уголке пополнение СПИД. А за что его там? Бежон, балаболка, я б такого сам туда подальше послал. Здравия желаю, Назар Акимович. Здоров. Застегнись. Че, спит еще? Спит. Тут вот еще, анонимку под дверь сунули. По ночам в женском общежитии бордель и все такое. Ну, прикроем мы их. Ну, девки начнут себя дома принимать. Это ж у них профессия. Лучше в одном месте. Слушай, бумага есть, надо отреагировать. Отреагируем. Готов не дриться поработать пару недель. Надо выяснить, какая из девиц представляет наибольшую опасность для общества. Старший лейтенант Стоцкий, Родион Ильич. Можно просто Родя. Бурсков Назар Акимович. Можно, товарищ старшина. Назар Акимович, вы что-то всех знаете. Как думаете, кто же тут у вас? Главное, за что мог убить учителя Гришина? А кто сказал, что его убили? А что, он сам себе ноги связал? И дом поджег? Слушай, дом подожглеть, еще доказать надо. Ну да. В час пятнадцать Ольга Зыкова, соседка Гришина была дома, пожара еще не было. А в час тридцать два дом уже догорал, рухнула крыша. Вот у меня тут некоторые расчеты. План дома. Даже если брать по максимуму, семнадцать минут. Чтобы за это время выгорела несущая конструкция, площадь возгорания должна составлять вот, от восьми до шестнадцати квадратных метров. Это как минимум. Ну так, школьные формулы. Все доказали? Ну что, Назар Аковлевич, были у Гришина враги? Бензинчик, что ли, плеснули? Бензинчиком или керосинчиком. Вряд ли спирт. Чего добро переводить. Кстати, вполне вероятно, что вот из этой самой канистры, представляете, за бревнами нашел. Знаете, почему ваш город так называется? Иван Грозный по дороге в Александрово-Слободу остановил в том звере струнить. Поэтому струнёва. Нет. Чего? Андрей Петрович не из тех, у кого были такие враги. А, это вы насчет того, что я клиент спросил. А у вас так принято на вопросы через полчаса отвечать? Вон, на колокольне. От него налево. Там спроешь, где общежитие. А вы куда? Не теряйте меня. Устроюсь, часок сдремну и вернусь. Добью бы я тебя рыло. Только вратустро не позволяет. Подходи, стреляй, призы получай. Кто Гитлера убьет, кому 30 рублей дам. Это 300 старыми. А чё ты тут деньгой-то размахался? Твой, что ли, фир? Призовой фонд городского парка. Имею право. Врёшь ведь, не дашь. Всё по-честному. Попадёшь, дам. Эй, эй, бесплатно, только кошки-дамошки. Ах, масса. Да. Попадать надо, тогда упадёт. Да он никогда не упадёт. Ты чё, мне такие предъявки дать? На, стреляй, даже денег не надо. Вот сразу бы попал, 30 рублей забрал бы. Муса, тебе когда-нибудь за такие шутки зубы выбьет. Когда-нибудь, я вообще сдохну. Совет нужен, Муса, разговоры есть. Рында сказала, сегментам сунусь. Дашка снова вдова. У меня личный рекорд. Десять из десяти. Муса, ты чё, специально бесишь? Рында твой, пустобрёх. Дешёвка. А вот Федя Мичина мог человека под откос пустить. Всё равно, что побриться. Ну, чё, Муса, может, как-нибудь потихом, а? Ментам анонимку закинуть. Что-то Феде с Рында его сожгли. Муса, он мне как отец был. Они его как барану ноги связали. О, всё, пора мне. Через сорок минут сеанс. Второй год соревнуюсь. Первый раз в полуфинале. Он в моём месте. Ты бы что сделал? Если бы я был на твоём месте, я бы даже мне ничего не сказал. Трошка! Трофим! Трофим, домой иди! Если через пять минут не придёшь, ремня всыплю, слышишь? Здравствуйте, Даша. А Егор Ильич дома? Я просто хотела узнать, может, он на больничном. У нас спектакль в клубе. Просто, если не будет кино, мы могли бы подольше порепетировать. еще раз увижу, как к мужу моему клинь обьёшь, морду кипятком плесну. Даша, вы... я клянусь вам... И не надо мне выкать. Не поможет. Чаша, тебя же в городе как родного приняли. На хлебное место поставили. Да? Ну, сразу же сказали, что, ежели понадобится, в крайнем случае, обратятся за помощью. Говорили? Говорили. Вот, и мне тоже. Ты кино крутишь? А я директор Тира. Вон змей над всем парком стоит. Магазин, склады, рынок. Везде наши люди. Живи, вуз не дуй. О! Гляди, сам собрал. Еще до тюрьмы. А тут, представляешь, почти каждый месяц соревнования. Дай, думаю, попробую. Ну, сидишь, ты в уст не дуешь. И что? Как и что? Рано или поздно обратятся за помощью. Сам понимаешь, бесплатно только кошки-домушки. Но обратятся, когда тебя будет что-то терять. Папа все хитро придумал. Тебя уже просили? Ты пойми, Чаша, ты уже часть системы. И против нее не попрешь. Мы с тобой в резервы, что ли? А если понадобится, папа не то, что банду. Он целую армию понадобит. А откажешься, прощайся с Дашкой с детьми. Кто папа? А этого никто не знает. Может, змей, хитрый сука, под ним Федя с рындой ходит. Может, жит из трактира. А может, папа это я. Или ты. Да любой оказаться может. Кто-то должен знать. Ну да. Кто-то должен. А может, папа вообще не из блатных. А из колу? Да не, не. Из наших. Ладно, Чаша, вали, мешаешь. У меня сеанс. Пойду. Не то же кино крутить. Ведь как никак мы все, споделки. А это слово, что мы не теряем. Осторожней. За каждый сломанный сук по одному пальцу ломать будут. Ну, че это? Азар Апимович, раненько ты. Выставку только три откроют. Выставка, че, пней? Всадника, видишь? Кого? Всадник. Копьем пронзает ежа. Ежа хоть, видишь? Ни хрена, ежа копьем. Искусство эти. Народное творчество. Ночью, учителя сожгли. Ноги связали, дом подожгли. Западло это, змея. Безобидный был человек. Надо бы найти, гнидов. Своим. Своим сегодня скажи, чтобы общежития к девкам не ходили. Хорошо. Найдем. Если хочешь, сами накажем. Да шучу я, шучу. Завтра он будет твой. 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 Порвать, сломать, скинуть цепи, вырваться, наконец, куда угодно. В Москву, на свободу, к чертям собачьим. Закрой дверь, что там за сволочь. Девушка, вас кто-то обидел? Давайте его накажем. Когда вам бывает грустно, вспоминайте главное. Жизнь прекрасна, невзирая на недочёты. Да, совсем не Рио-де-Жанейро. Есть кто? Забавный фокус. За зеркалом прячетесь? Старый трюк всегда работает. Испугались? Ну, в первый момент растерялся. Забавно-то у вас ансамбль, театр, даже цирк есть. А вы ко мне? А вы кто? Юрий Борисович Волошин, руководжу цирковой студии. Стоцкий, Родион Ильич. Бандит флага. Значит, не ко мне. Ну, как знать. Отсюда только что девушка выбежала. Испуганная, заплаканная. Что случилось? Извините, но это не ваше дело. Ну, с этим я как-нибудь разберусь. Ловите своих бандитов, Родион Ильич. И не надо лезть в мои отношения с дочерью. Извините, мне нужно ловить. Через четыре года здесь будет горьца. В Москву! Не пускай! Все хватает все за ногу! Майя, Майя! В Москву! Вопль! В Москву! В Москву! В Москву! Сел, Сергеич. У меня здесь полчаса кину. Убирайте вот это все со сцены. Команды у себя в будке! Куда пошел стоять? Разбирайте все к чертям собачим! Ненавижу ваше кино! Егор! Я это кино всего лишь три раза видел. Можно я его еще раз посмотрю? А потом вместе домой пойдем. Не пойдем, а побежишь. Мама дома волнуется? Давай, 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 быстро! Испугал. Бегом домой! Здрасте, опять я! Почем опиум для народа? Легенда и мифы древней Греции. Интересуетесь? По сути кино, та же религия. Придуманная элитой, чтобы затруднить формирование революционного сознания, отвлекая народа от проблемы реальной жизни. Не согласны? А вы всегда такой говорливый? А вы по делу спросите, я отвечу. Логично. Не знаете, кто мог поджечь дом Андрея Петровича? Общались, дружили. И ни одной крошечной версии. Наверняка вы думали об этом. Думал. Может, какие-то догадки? Даже смутные. Не знаю. Вы извините, у меня тут кино. Да, ухожу. Скажите, о чем вы беседовали с Андреем Петровичем? Об идеальном мироустройстве? О том, что в каждом человеке есть солнце, да? А он говорил вам, что единственное, чем каждый честный человек должен руководствоваться в своих поступках, это справедливо или нет то, что он делает. Тоже, кстати, его любимый Сократ. Знаете, что Андрей Петрович в МГУ преподавал? Профессор, звезда, любимый студентов. Можно сказать, вы стали его последним учеником. Ладно, пойду. Что-нибудь вспомните, я в общежитии, восьмая комната. Надеюсь, до встречи. У него однополчанин пропал. Вчера вечером я шел из клуба, к нему договорились, а он мне навстречу из калитки. Извини, говорит, однополчанин куда-то пропал. Пойду поищу. Что за однополчанин? Ты хотел искать, больше ничего не сказал? Нет. Что-то еще? Никто у нас не пропал. Не напомнишь, какая у вас тут раскрываемость? 99,6. Почти. Сто процентов. Я, кажется, понял, как вы это делаете. Никто не пропал, никого не ограбили, нет преступления, раскрывать нечего. Да, Тарасик? К семье часам вечера у меня на столе список всех живущих в городе однополчан Андрея Петровича Гришина. Ты хоть знаешь, что такое однополчанин? Когда выпить не с кем, с одного фронта уже однополчанин. Ну вот и поработай, а меньше семечек съешь, и зубы целее будут. Не хочешь встать, когда со старшим по званию говоришь? Не ершись, Орлей. Мы тут по-другому живем. Привыкай. Семечек купить? Или гусей завести? Может, потому и раскрываемость одна из лучших в стране, что друг на друга не орем, командиров из себя не корчим. Тарасик не зря говорит, если б кто пропал, кто-нибудь пришел и рассказал бы. А если он не из местных? Так, у вас тут гостиница есть? Да нет. У нас здесь дыра. Глухомань. От Москвы аж сто километров. Какая гостиница? У нас только берлоги с медведями. В гостиницу вдвоем сходите и вернетесь с друзьями. Если не так, обоим построгачу. Ну как. Ну как. Ну, пошли. Мальчик, мальчик, давай, давай. Пей, 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 пей. Хороший, пей. Обиделся? Да нет. Не выспался. Жена, шановья, шутка все орут. Думаю, в другой раз им кляпу сунуть. У тебя два сына. Молодец. Три не хочешь. Ух ты. Когда успел? Хана мозгов не было. А это что за чё-то технику? А это Филис, сторож. В школьном сарае собрал. Через 20 лет машин вообще не будет. Все будут на таких штук ездить. Сам собрал. В школьном сарае. Да нет. Люди из Москвы приехали, подсобили. Все же лучше и у вас, чем мы без вас можем. Слышь, вон гостиница. С другого бока общага. Ага. А там, за мостом, мой дом. Может зайдем по кузовбродику? Иди, я не хочу. Только не усни там. Люба. И что, теперь каждый день перевязывать? Бинты вроде чистые были. При чем тут бинты? Тихо, тихо, тихо. 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 Давай быстрее. Руки подними. Вспомнила, как мы с тобой на речку ходили. Не надо, мать. Что, не надо помнить? Не надо. У меня жена, дочь. Сын приемный. Ну, уж нет, Егор. Руки. Вспоминать ты мне запретить не можешь. Ты ж не любишь ее. Напился, обрыхатил, женился. Я же все понимаю. Майя! Ну, все, 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 все. Прости, все. Трофим, ты? Дошка, чего молчишь? Понимаешь, что мой совсем мужик. На Серегу похож. Царство ему небесное. Что ты здесь делаешь? Вот, в те раз. В гости зашел. Вроде не чужие. Не надо. Уйди. Уйди, будь человеком. Уйду, уйду. Только ладно, на дочку взгляну. Вот она красотулечка моя. Вот она. Матвей, ты же обещал. Что, никто не узнает? Так никто и не знает. Только мы с тобой. Матвей, я же его люблю, понимаешь? А ты правильно. Жена должна мужа любить. Пожалуйста. Тифа! Дочку напугаешь. Ты же не хочешь, чтобы Егорка узнал, что это не его дочь? Ты же не хочешь, чтобы Егорка узнал, что это не его дочь? Это вот Рябинушка, парни у меня. Ой, Рябина, куриная, беные цветы. Мой Рябина, куриная, куриная, куриная. Мужчина? Здрасьте. Не подскажете, который час? И это правильно. Именно так должен быть задан вопрос. Вот если бы вы меня спросили, сколько времени, получили бы в ответ скучную лекцию о правилах русского языка и потратили на успех своего догоционного времени. А поскольку вопрос задан грамотно, отвечу просто и четко 17-15-3. А вы говорили, надолго к нам? Боюсь, что да. Это хорошо. Зайдёшь, Татьяна? Ненадолго. Не рановато. Да позже никак. На ночь тебе выходной дали. О, чего так? А нам не докладывают. Тогда не сегодня. А когда? Ну решай давай. Завтра? Давай завтра. Или в любой другой день. До пяти утра. Спросить Марту. Понял. Я буду ждать. Мужчина. Андрей Петрович? Да, он заходил. А про павшим еще не спрашивал? А почему о пропавшим? Ночью зашел, чемодан собрал. Утром номер уже был пустой. Может он просто захотел уехать. Ну, номер был оплачен на две недели. А уехал он через пять дней. Никому ничего не сказал. Странный мужик, да? А кто-нибудь видел, как он ночью за вещами вернулся? Ну, той ночью у Гоши с опелки на дежуре он. Гостиница на ночь запирается? Конечно. Если кто-то ночью хочет сюда попасть, дежурный должен проснуться, открыть дверь. Правильно? Других вариантов нет. Конечно нет. Здравствуйте, зайдите. О, Тарасик. Грибочки принес. Ага. Только Маша сказала банку вернуть. Ну, само собой. Ты не забудь ей спасибо-то передать. Передам. Уже новые грузди пошли, а у нас еще почти полбочки с той зимы. Вот раздаем. А это тебе. Свинью лично солил. Я не хочу. Через не хочу. Спасибо. Ну, чего тут? Да писатель из Москвы пропал. Два дня назад собирал этот материал для книги. Ух ты. А Андрей Петрович вчера сюда заходил. Спрашивал о нем. А я что сказал? Не мог никто из наших пропасть. Мм. Ты Гоша с отпылкой не знаешь? Ну. А чего? Сходим сейчас к нему. Побеседуем. Завтра сходим. Забыл сказать. У нас сегодня еще секретная операция. Какая операция? Теть Зой. Ну ладно тебе, Тарасик. Тарасик, я никому не скажу. Тарасик. Весело у вас. Мужики, это Боново пруд. Нормальных делах мало. Какого тут у нас? Советская, один. А ну тихо-то. Трофим! Трошка, иди домой! Трофим! Трошка! Трофим! Егор, Трофим пропал. Его нигде нет, я везде искала. Так вы поссорились с ним? Ты ему всыпала? Нет, я его с утра не видела. Он даже на обед не приходил. Даже. Будь дома. Тzaка! Трафим! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Амба, Василий Иванович, отступать надо. А я бы никогда не отступал. Бригадир сказал, из райкома звонили. После смены всех бригадович кино. Дело о политической важности. Что это за дом? Почти что культурная память. Даже музей хотели открыть. Вроде как до войны здесь жил и творил сам Федор Корноухов. Это кто? Вон, грузин нынче хозяин дома. Врет, что какой-то родственник того Корноухова. Почему нет? Красивая грузинская фамилия Корноухов. По матери. По какой матери? Куда девок делал? Тихо, 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 Тарасик, не шумей. Назар Акимович, идемте за мной, пожалуйста. Покажу кое-что. Вот, пожалуйста. О, это кому тут вилкой в лицо тычет? Андрей Петрович, учитель, который сгорел. Ком, чья? Как зовут, не знаю. То Гриб, то Поганыч. Пойди, принеси. Он мне по хозяйству помогает. А где он сейчас? В больнице. Вчера где-то голову раздал. Нашел? Даша, давай рассказывай, что у вас здесь было? Что было, я не знаю, я его не видела. Он не мог просто так домой не прийти. Вставай, гости пришли. Вот, травма головы в виде разбития. Видимо, после распития. Откуда шел, когда башку проломил? Шел, бежал, упал, пьяный был. Да я поджег, я. Чего поджег, спичку? У учителя дом. Бензином полил и... Зачем? Из личной неприязни. Не люблю таких. Шибко умных. Лихо у вас. Суток не прошло, убийство раскрыто. А на кражу сколько? Минут двадцать? Я, конечно, не херуим, у меня нет крыльев, но я чту уголовный кодекс. Моя слабость. Ну, как-то все слишком гладко. А? Назар Акинович. Ничего не смущает? Не зря же он просто так оговорил себе на пятнашку. Зря мы его в больнице оставили. А куда? Ночью в Ярославле, что ли? Ничего. Под охраной в отдельной палате. Никуда он нахрен не денется. Мне направо, тебе налево. Дорогу, знаешь. Откуда знаю? Первый день в городе. Жаль, что нам не по пути. Какой человек был. В школе детям кружок вел. В клубе лекции выступал. Зачем потек? Китерман. Кошуга. Давай. Лежи, думай, какой ты сволочь. Лежи, думай, какой ты сволочь. Он души. Лежитörе в с concerned... ...совои. ТОНЩЕЙTV ТОНЩЕВЛЯЮЮЩАСИЕ ТОНЩЕ В ЕССИРА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА